Долг, подвиг, милосердие – вот девиз хрупких женщин в белоснежных халатах и косынках в период Крымской войны 1853-1856 годов. Одной из них стала Екатерина Михайловна Бакунина. Кисейная барышня сменила шикарное платье на скромное одеяние, а шумные балы на поле битвы и госпиталь, пропитанные болью, болезнями и смертью. Дочь губернатора Санкт-Петербурга, удивительно храбрая, мужественная женщина, приехала не в числе первых. Уже работали с сестрой милосердия в Симферополе, но узнав, что льется кровь, и, как говорили тогда, надо помочь русским морячкам, она приехала из Владимирской губернии, где отдыхала в Санкт-Петербург, месяц занималась на курсах и приехала в осажденный Севастоп. Два года назад в Твери была учреждена медаль имени Екатерины Бакуниной. Там же в 2011-м три севастопольские медсестры стали ее обладателями. Теперь мероприятие прошло и в нашем городе. Медицинская сестра должна беспорочно, без взысканий отработать минимум 20 лет в своей профессии. То есть это как бы такой вот формальный признак, по которому медаль может быть вручена. Но уже сами те, кто представляют награждение, то есть Департамент здравоохранения Севастополя, из тех медицинских сестер сами выбирают наиболее лучших, наиболее достойных. Главное событие вечера – презентация автобиографической книги о жизни и подвигах Екатерины Бакуниной. Впервые издание решили представить в Севастополе, так как именно здесь начался путь русской дворянки как сестры милосердия. «Имя Екатерины Михайловны Бакунина, оно свято и для севастопольцев, ибо здесь раскрылся ее талант сестры милосердия. Здесь она стала тем, кем она стала. И для нас, жителей Твери, ибо она наша тверская дворянка, жительница нашей Тверской земли. Она открыла на Тверской земле первую больницу, и там же она погребена». Автор книги Владимир Сысоев неожиданно умер, не успев закончить свой труд. Завершила его вдова писателя. «Через некоторое время я решила попробовать эту книгу издать. Для этого нужно было подготовить рукопись к печати. Книга была как бы собрана уже, но нужно было многое доделать, нужно было какие-то куски связать, сделать недостающие комментарии. Я воспользовалась всеми заметками, которые остались в компьютере, и в источниках, которыми пользовался Владимир Иванович». Организаторы надеются, что в дальнейшем мероприятие станет традиционным. Рината Малышева, Деливер Меджитов, программа «Наше время».